Всем привет, с вами Кристина и Роман. И в сегодняшнем видео мы продемонстрируем вам летсплей на игру Долг Троян, расскажем на нее правила совсем кратко и более подробно в процессе самой партии, поделимся впечатлениями от партии, от игры в целом, расскажем с какими сложностями мы столкнулись в процессе тестирования этой игры, за плечами 14 партий, ну а я предлагаю не затягивать. Поехали! Мы пройдемся только по фазам хода, и когда они будут у нас происходить, мы будем детально рассказывать, какие есть возможности. При этом сделаем мы это только первый раз, а уже все остальные пойдут и так, понятно и логично. Аналогично мы сделаем с боем, когда только у нас получится там первая стрелковая атака, первая рукопашная атака, мы также детально разберем боевку и то, куда надо смотреть на этой карте, поскольку в примере все понимается гораздо легче. Ну и основная цель в этой игре это либо уничтожить армию соперника наполовину и больше, и в этом случае каждый раз свой ход он будет кидать на проверку морали, и как только он ее не пройдет, он будет сражен и проиграет. Либо второй вариант, уничтожить войско, в котором есть его генерал. Генерал у нас отмечается вот таким круглым жетоном, у каждого он своего цвета. Также мы играем с дополнительными некоторыми правилами. Первое из них это то, что тот отряд, где находится генерал, всегда будет активирован. Из дополнения у нас есть местность. Мы не стали подключать леса, они у нас тут больше для красоты, чем действительно, что мы их будем использовать. И у нас есть водное пространство, это такое озеро и река сверху. Это означает, что за пределы воды через нее мы переходить не можем. Такая естественная преграда у нас. При этом мы ранее уже пробовали записывать летсплей на эту игру, где у нас преграды были размещены вот таким образом. И тогда играли Рома вообще другой армией, я другим генералом. Летсплей на эту игру вы совсем скоро сможете увидеть на нашем бусте. По каким причинам это видео не выйдет на канал, расскажем в конце этого ролика. Ну а пока давай расскажем, как будет происходить фаза хода. Ход каждого игрока проходит через 7 последовательных фаз, которые никак нельзя будет менять местами. И какие же это фазы? Первое, это активация наших отрядов. Генерал активирован, у нас всегда для этого не требуется карта, а вот для остальных мы можем разыграть сколько угодно карт с руки. Они будут вот такие маленькие. И после фазы активации, как только будут разыграны все карты, мы переходим к фазе движения. Об этом тоже уже расскажем, когда начнем двигаться. После фазы движения у нас фаза дальней атаки, и потом есть специальные отряды, так называемые скирмиши, они же застрельщики, они могут доходить. После этой фазы у нас будет фаза ближнего боя. И в этот раз будут сражаться уже те отряды, которые состыковались между собой. Каким образом они будут стыковаться между собой и как происходит боевка, опять же расскажем в процессе партии. После того, как все ближние бои завершены, мы переходим к фазе бегства. Если у нас есть отряды, которые обращены в бегство, то мы выполняем их фазу. И уже после фазы бегства у нас будет следующая фаза. Конца хода, где мы добираем на руку одну карту по умолчанию. И в случае, если в этот ход мы не разыграли с руки ни одной карты, то есть не активировали никакой отряд, кроме нашего генерала, то мы добираем на руку три карты. А также у нас есть возможность скинуть какое-то количество карт, для того, чтобы на аналогичное количество карт руку сменить. При этом добор трех карт и замена руки происходит только если вы в первой фазе не разыгрывали в какую-либо активацию. И на этом вся фаза хода завершается, и ход переходит к следующему игроку. Это все, что нужно было знать по деталям, внутренностям. Мы будем комментировать уже в процессе. И сейчас, чтобы нам закончить стартовую подготовку, вы уже можете наблюдать на столе разложенные наши отряды и войска. Мы сейчас их перевернем. Мы уже определили, в каком из них будет наш генерал. И все, что останется, это добрать на руку карты по количеству влияния нашего генерала. Дополнительно, что нужно будет нам сказать перед тем, как мы начнем партию, это то, какими особенностями обладают наши генералы. В моем случае стоимость моего генерала составляет 10% от стоимости всей армии. Мы договорились, что мы собираем себе армию стоимостью в 500 очков. Количество очков и их стоимость указано в левом нижнем углу каждой из карт. И, как я уже сказала ранее, мой генерал составляет 10%, то есть 50 очков. Какое у него особое свойство? Когда он находится в зоне досягаемости в расстоянии 2 единицы от всех остальных своих отрядов, он дает им дополнительную защиту в первом этапе при боевке на одну. Мой генерал стоит 15% от армии, и у него следующее свойство. Это возможность, раз в ход, перекинуть все кубики. Это очень крутое свойство. Поэтому он и стоит подороже. Он и стоит подороже. Что еще есть на инфографике наших генералов? В том отряде, где находится наш генерал, в моем случае он не добавляет вообще никакой силы к ближней атаке. К защите он дает плюс 2 на стартовой проверке и плюс 2 к урону. Он дает плюс 1 к боевому духу. Зона его влияния 2, и, собственно говоря, предел карт на руке. Это же его лидерство. У меня 6. У меня на карте вообще никаких характеристиков не передает отряду. Он дает 2 морали в зоне своего влияния любому отряду. Зона влияния это 3. Все расстояние у нас измеряется вот такими отдельными линейками. И здесь есть одна единица расстояния. И лидерство моего генерала это 7. Я отдала тебе 7 карт, себе на руку взяла 6. И мы начинаем. Для того, чтобы нам определить первого игрока, все, что нам нужно сделать, это бросить кубики. И тот, у кого будет максимальное значение, тот и будет первым игроком. Инфографика здесь римские цифры. Единственное, что шестерка здесь помечена двумя мячами. 4, 4. Давай еще разочек. 2, 5. Всего доброго. Вот мне уже начинает везти на кубах. Тут редкий случай, когда на кубах в игре везет чаще мне, чем Крис. Итак, поехали. Мы начинаем с фазы активации. Мы обязаны разыгрывать карту. Карта делится на 2 части. Верхняя часть это приказы, которые мы отдаем как раз таки для активации, либо для чего-либо другого. И снизу это событие, которое разыгрывается только в бою. Итак, я играю карту, которая говорит мне, вы можете активировать столько юнитов, сколько лидерства вашего генерала. Если ваш генерал побит, либо если он в бегстве, в данный момент я смогу активировать только 3 юнита. А это значит, что у меня лидерство. В данный момент 7. Я смогу активировать все свои отряды. Для этого у нас есть специальные пометки. Специальными жетонами отмечаем. Карта, естественно, сбрасывается. На генеральский мы не будем выкладывать жетон, поскольку он активирован всегда. После этого мы переходим к фазе движения. И тут можно уже посмотреть на последнее значение каждой карты и сколько ножек написано на столько клеток вы можете двигаться. Движение бывает трех типов. Первое, это простое движение вперед. Вы прям прикладываете к линейку и можете подвигаться на то расстояние, которое у вас написано. Также вы при этом можете развернуться до 90 градусов. И это тоже тратит одну ножку. Когда вы крутитесь, вы выбираете один из углов карты, прижимаете его пальцем и начинаете крутиться. Второй тип действия, который мы никогда не использовали, это марш-бросок. Вы можете без атаки, со штрафом, бежать вдвое больше, чем у вас есть ваших ножек. Вы это не увидите в этой партии. Мы слишком близко стоим и у нас нет больших армий для этого. Третий, это сокращенное движение называется. Стоимость перемещения будет увеличена вдвое, то есть вы будете за каждую единицу платить 2. С помощью сокращенного движения вы можете направить свою карту в любую сторону. Назад, под углом, по диагонали, вправо, влево, без разницы. Только движение вперед является не сокращенным. Ну и последнее, что нужно знать, у нас есть карты. У каждого из нас есть такие отряды. Они обозначаются оранжевым кругом, пересеченным пунктирной линией. Это и есть те самые скирмиши или застрельщики, о которых мы говорили ранее, которые могут перемещаться абсолютно в любую сторону, в любом направлении и платят за это один к одному. И дополнительно у них есть свойства, что они могут начать передвижение, сделать какое-то количество шагов, далее атаковать дальней атакой и только после этого продолжить свое движение. Да, у них четвертая отдельная фаза, где они могут закончить свое движение. Также, что важно, если вдруг мы хотим совершить дальнюю атаку одним из своих отрядов, у которого есть такая возможность, есть особые условия. Чтобы атаковать прямо в этот ход, нужно продвинуться не более чем наполовину от допустимого значения на карте. Ну то есть как раз-таки совершить сокращенное движение. Итак, поехали. Вот эти как раз у меня лучники мои, они являются застрельщиками, поэтому я могу двигаться насколько угодно, я в любом случае смогу проатаковать. Два. Подойду вплотную к озеру. Три. Три. Эти тоже у меня являются застрельщиками, но я сначала повернусь, это раз, и пройду еще два, три. Следующие. Давайте я подвигаюсь с этой картой. Может будут подвигаться на пять, и мы столкнемся, но ничего страшного. Раз. Мы не столкнемся. Два. Два с половиной? Два с половиной, да. И ты на этом останавливаешься? Да. И в чем смысл? Тебе все расскажи. В чем сила, брат? Хорошо, теперь я возьму здесь целых шесть, и это тоже скирмиши. Проходить через свои отряды можно, но останавливаться нельзя. Поэтому это вот так. Ну можешь просто перенести, да, это будет три. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Да, это четыре. Все, я дальше все равно двигаться не буду, я выставил. Четыре, окей. Последняя моя армия. Это раз, два. На этом закончено. Перемещение. Перемещение. Мы переходим к дальней атаке. Здесь дальней атаки нету, и ближней тоже не будет, поэтому я прям активацию буду скидывать. Здесь мы должны выбрать цель. И вот тут мы уже смотрим на второй показатель дальней атаки. Что мы здесь видим? Первое число — это сила, с которой стреляют. А вторая, в скобочках, — это дальность. Дальность 2. Дальность всегда от центра карты смотрится. Ну, я здесь ни до кого не дострельну, поэтому нет смысла. По своим стрельнуть не больше? Да. При этом линия видимости через своих или через любой предмет, который растет вверх, он затрудняет стрельбу, поэтому там будут штрафы определенные. Но у меня есть последний, который на 7. А вот озеро меняет? Нет, озеро вверх не растет, поэтому через озеро штрафа не будет. А вот здесь дерево, значит, через него будет. Ну и, значит, по прямой буду стрелять, не через дерево. Поехали. Я буду стрелять, естественно, как и сказал, по вот этому. Мы вначале выбираем цель. Как происходит вообще дальняя атака? В первую очередь мы выбираем цель, дальше заменяем от центра карты до самого отряда расстояние. И давайте смотреть. Ну, можно и не смотреть. Раз, два, даже чуть больше. Три, четыре, пять. Ну, семь есть точно. При этом, если бы я стоял на расстоянии в половину от указанной семерки, то есть в три с половиной, я бы наносил вдвое больше урона. Ну, потенциально вдвое больше, потому что ты вдвое больше кидаешь кубиков. Этот отряд стреляет, поэтому для этого нам потребуется великолепсветская тарелочка. И как здесь происходит дальняя атака? Вначале мы открываем события. И смотрим, работает ли оно на дальнюю атаку. При этом это должно быть указано в тексте. Мы смотрим, что да, работает на дальнюю атаку, на защищающегося. И отряды прикрылись и получают в этом ходу плюс два, плюс два к защите. То есть к вот этому показателю. Теперь атакующий может выбрать одну из своих карт и разыграть дополнительные события. После этого обороняющийся смотрит на свои карты и тоже может разыграть карту. То есть у нас всегда от одного до трех событий происходит. Я не буду ничего разыгрывать. А я буду играть карту, которая говорит, что песок, ветер, солнце и все остальное затрудняют Роме видимость. И он получает дополнительно минус два к своей атаке. Это другой тип карты. Мы можем видеть, что здесь нарисован лук. Значит, он работает на дальней атаке. Если такого лука нету, тут обычно щит будет, то будет в тексте прописано, что вы можете защититься от дальних атак или что-то такое. Ну что же, я буду кидать два кубика и... И теперь нужно рассказать, какая логика будет при подсчете атаки. У Ромы при дальней атаке сила 3. Но по свойству этой карты она снижается на минус два значения. То есть у Ромы в базе есть одна единичка. Это значит, что у него в базе есть одна единичка. И для того, чтобы ему пробить мою защиту, у меня вот здесь вот на карте есть значение щитов. Это первое значение пятерка и второе шестерка. И не забываем, что я здесь защищаюсь плюс два. То есть ему в сумме нужно пробить пять плюс два, это семь. У него единичка есть. Соответственно, для того, чтобы пробить меня и атаковать сейчас хотя бы, чтобы продвинуться дальше и наносить уже мне урон, ему нужно выкинуть только шестерки. Дальше пройдут только шестерки. При этом даже если бы здесь в сумме у меня выходило не семь, а больше, ему бы шестерки было достаточно. Потому что шестерка в бою это критический успех. Единица это критический провал. И время рассказать про второй значок, который у меня есть. Он означает, что мои отряды, вот эти лучников, меткие. И каждая шестерка, которая будет ранением, то есть мы будем прокидывать два раза кубы. Вот во второй раз, если выпадет шестерка, то оппонент получит не одну, а целых две раны. Но для того, чтобы это действовало, нужно, чтобы отряды совсем не двигались перед дальней атакой. То есть сейчас это действовать не будет. Ну что ж, кидай. Кидаем, смотрим. Четыре и автоматический промах. Я даже не попал в стрелку, ушли куда-то в неизвестность. Они утонули в озере. И именно поэтому у нас вторая фаза броска кубов даже не происходит. Да. Если бы какие-то кубики попали, мы бы из тех, что попали, кидали бы еще раз. И уже определяли урон. Это значит, что эти карты отходят в сброс. На этой карте атака тоже завершилась. И по сути у Ромы не осталось активных карт. Мы переходим к следующей фазе. Это когда застрельщики могут доходить. Ну, я в принципе расставился так, как мне нравится. Поэтому я никакие там дополнительные подсказки не подкладывал, сколько у меня осталось еще до того, чтобы походить. После этого у нас ближние атаки, ни один из отрядов не сошлись. Поэтому мы проходим к бегству. Бегства у нас тоже нету. И конец хода. В конце хода я, поскольку разыгрывал события, точнее активацию, я добираю только одну карту. Ход переходит к тебе. Ход переходит ко мне. Я буду играть карту, что я могу активировать половину своих армий. Округляю в нижнюю сторону. При этом я могу разыграть еще карты. Не вижу особого смысла. Да, я остановлюсь на половине. Можно мне жетоны активации? Я сейчас разложу маркеры на тех ребят, которые у меня точно будут в этот ход ходить. Давай вот так. Нет. Давай вот так. Начну я, наверное, вот с этого отряда. У него скорость перемещения 6. Я сделаю 1, 2. Далее я сделаю поворот вот так вот. Это будет третья моя клетка. И у меня остается еще 3 перемещения. 2. И тут мы соприкасаемся. Это значит, что у нас происходит стыковка. Вот таким образом. Все. Все перемещения закончились. Я могу убирать точно, потому что, во-первых, они не застрельщики. Они дальше уже двигаться не могут. Во-вторых, они уже точно вступили в ближний бой. Следующие ребята, которые будут перемещаться, это вот этот отряд. И у него тоже количество шагов 6. 3. 4. Дальше я сделаю... Я, конечно, сейчас подставлюсь, но тем не менее. Вот так вот. Это 5. И с 6 я пристыкуюсь. Ну, получается, что точно вот так. При этом мы считаем свободное отделение, которое ни где не стыкуется. У нас два таких отделения. Первое и второе. Но эти два отделения ничего с ними здесь не может быть. А вот здесь у нас в глубину карта только на два отделения работает. И значит, у Крис здесь одно свободное. А это значит, что она может вот так завернуться и зайти в тыл. Да. Я так и сделаю. И у меня остается активировать только генерала. Давай мы просто продвинем его вот сюда вот на одну единичку вправо. Для того, чтобы, во-первых, вот эти вот дальноатачные до него точно не дотягивались. Пока руководствуюсь такой логикой. Вот. Ну, а дальше будет видно. На этом фаза моих перемещений закончилась. Дальних атак у меня не будет в этот ход. Тот отряд, который имеет дальнюю атаку, он не активен в этот ход. И мы сразу переходим к фазе ближнего боя. И атаковать я тебя начну вот отсюда сбоку. Ты выбираешь, какой будет. Я поделюсь с двумя прям отрядами. Точнее, мой вот этот отряд поделется с двумя. Но по выбору Крис. Мы смотрим, сколько отделений соприкасается с конкретным отрядом. Первое, второе и третье. Соприкасаться он должен именно фронтальной линией. Поэтому мы здесь завернули отряд дополнительно. Что здесь важно? Почему я начинаю бить именно этим отрядом? Так как он бьет сбоку и с тыла, у Ромы к значению защиты минус 1 за боковой мой удар и минус 2 за тыловой удар. Соответственно, у него сейчас изначально значение его защиты вместо шестерки будет тройка. В моем случае я атакую в базе при ближней атаке на 3. Минимум 3 у меня уже есть. Мне сейчас важно на кубах выкинуть больше, чем единица. Потому что единица это критический неуспех. Но перед этим, естественно, мы разыгрываем карту события. Оу, отлично! Это карта счастливчика, которая работает как в ближнем, так и в дальнем бою и говорит, кидайте в 2 раза больше кубов и затем выберите половину из них. Теперь ты можешь разыграть какую-то еще карту. Я хочу прямо уничтожить это твое войско. Кажется, у Ромы есть карта отменить, поэтому я пока выдержусь. При этом это будет работать и на меня, и на Крис. Мы кинем по 6 кубов и 3 из них выбираем, да? Да. Ладно, я разыграю эту карту. Как защищающийся я могу остановить эту атаку, добавив себе одно ранение. При этом я не буду проходить тест на мораль. А в ближнем бою, как это все проходит? Мы подсчитали бы всю математику, у нас здесь есть специальная подсказка для этого. И после математики, тот, кто получил больше ранений, тот и проходил бы проверку на мораль. И так войской может обратиться в бегство. Она сначала становится разбитым, потом обращается в бегство. Поэтому я все. Хорошо. Я получил одно ранение безморально. Хорошо. И значит, я теперь атакую вот отсюда. Хорошо, что я не потратила ту заветную карту. И мы вновь тянем события. Которая говорит, что работает оно только на ближнюю атаку. В войске сражающимся должен быть офицер. Он у нас есть. На любой карте в базе своей есть офицер. И его убрать, уничтожить можно только посредством определенных специальных карт. Поэтому сейчас точно он есть. Можно это даже не проверять. Каждый из нас в атаке получает плюс 2 к атаке. И плюс 1 к защите. То есть сейчас легче как будто бы будет ударить. И легче как будто бы будет защищаться. При этом нейтральное событие действует как на атакующего, так и на броняющегося. А когда вы разыгрываете карту с руки, она работает только на ваш отряд. Естественно, в положительную сторону. Выгодно только вам оно становится. Будешь ли ты что-то играть еще? Нет, не буду. Тогда кидаем кубы. Также смотрим по фронтальной линии. У нас 4 отделения соединено, значит мы будем кидать по 4 кубика. Хорошо. И начинаю, естественно, я. У меня базовая атака здесь 4. Плюс 2 это значит, что 6. И у тебя 6 щитов. Опять же, все, что мне нужно, выкинуть не единички. Почему 7? Еще плюс 1 защиту. А, окей. Все, что мне нужно, выкинуть не двойки, тройки и выше. Потому что если значение будет 7, при равенстве не происходит ничего. Да, нужно превзойти защиту. Оу. Да, но теперь мы смотрим на свойства моего отряда, который атакует. То есть двойка и четверка у меня 100 пудов прошли, эти кубы я кидаю дальше. И я выкинула 2 единички. У меня на этом воське есть вот такая звездочка на оранжевом фоне. Это значит, что эти ребята профессионалы. А это значит, что единичку можно перекинуть каждую. Главное, сейчас опять не выкинуть единицу. Отлично, тройка и пятерка. Все. Сумма того, что у меня сейчас есть 4 плюс 2 плюс значение каждого из кубов, в любом случае, превышает 7. Это количество ромяных счетов, значит, я кидаю эти кубы дальше. Да, то есть я могу получить до 4 хранений. Да. И теперь мы обращаем внимание на то, что у меня сейчас здесь значение 5 плюс 2 уже 7. У ромы здесь второе значение, это 4 плюс 1 по свойству карты, это 5. То есть все, что мне нужно сейчас, двойка и выше. Да, единица, это все еще право. Отлично. Но, ты сможешь ее перекинуть. Пятерка и единицы я перекидываю как профессионал. Четверка. И это четверка. Это значит, что я нанесла роме 4 урона, что не может не радовать. Мы их выкладываем на край карты, чтобы понимать, сколько конкретно ран нанесли в этом сражении. Теперь кидать кубики буду я. Делаю то же самое, только у меня немножко другие показатели. Ой, ой, ой. Подожди, подожди, давай будем рассказывать. Давайте считать. Итак, мы к двойке прибавляем тройку. Это 5 плюс еще 2, это 7. Это 7. Нужно было превзойти семерку, потому что у меня первое значение по счетам это 6 и плюс 1 по свойству карты. Семерка. То есть 3 двойки не прошли. Тройка проходит, потому что это плюс 1 становится 8. Я буду кидать 1 куб. Может даже, оу. 2 у Ромы по карте плюс 2 на кубах и плюс 2 здесь. В сумме 6. И тут я получаю ранение, потому что у меня второе значение по счетам это четверка. И плюс 1 это пятерка. 6 это больше, чем 5. Поэтому я получила одно ранение. Таким образом, в этом бою, именно между вот этими двумя войсками, Рома получил 4 урона, я 1. Значит, Рома проходит проверку морали. Как считается мораль? Мы переходим с вами к следующему значению. Вот такого вот флажка на наших картах. И у Ромы это значение 7. И теперь из этой семерки мы вычитаем сумму урона, который есть на этом войске. А это значит 7 минус 5, 2. И Роме нужно выкинуть 2 или ниже, для того, чтобы пройти проверку морали. 1 это автоматический успех, неважно сколько у вас минус. А еще есть один маленький нюанс, что если генерал дотягивается своей зоной влияния, то он добавляет мораль, так как он видит свой отряд. А сколько у тебя зоны влияния? 3. Ах, зараза, дотягивает. Да, от любого точки карты до любой. То есть я еще плюс 3. 7 плюс 3, 10. Минус 5, это 5. То есть сейчас Роме нужно выкинуть 5 и ниже. Хоть бы ты выкинул успех, а это была шестерка. Нет, это 4. А, 4. Окей. Ничего не происходит. Если бы я провалил эту проверку, мой отряд стал бы разбитым. И он к счетам бы минус 1, минус 1 был. Да, но я думаю, что вы еще в процессе партии это увидите. Надеюсь, не на моих отрядах. Хотелось бы. И теперь, когда ближние атаки завершились, больше ничего не происходит, бегство не происходит, я добираю одну карту, и Рома начинает ходить. Я также в фазу активации играю. Снова такую же карту, как я играл в прошлый свой ход. Я мог перекинуть все кубики. Надо не забывать. Вот. Так что, если вы смотрите, напоминайте мне. Более. Так, окей. Вы можете активировать столько, сколько у вас лидерства. Это 7. Естественно, я могу активировать все свои отряды. Зачем активировать свои отряды, которые находятся в бою? Во-первых, вы сможете отступать, либо менять какие-то формирования, сделать что-либо еще. Я, конечно, делать этого не буду, будем продолжать здесь драться. Что мы еще не учли? На самом деле, когда у вас сражается еще больше, чем один отряд, у вас есть также штраф в защите. Это критично ни на что не повлияло, потому что я нанесла тебе все уроны всеми кубами. Но на будущее, да, здесь нужно быть точно внимательными. А в первом случае мы отменили атаку, поэтому кажется, что сейчас точно не критично. Я могу сделать как-то хитро и, например, подвигаться на единичку вот так вбок. Ну, сейчас ты все озеро передвинешь. Сделаю пометку, что я походил только на один из трех. И пока оставляю так. Здесь я тоже с кирмишем немножечко подвигаюсь. С чем он это делает, не понимаю. Потом надо будет проскочить. Помните, что я половинку потратил. Здесь нам даже линейка не понадобится. Я схожу сюда. Мы центруем, поскольку у меня есть одно отделение, точно контактирует. Мы немножко отцентруем карту. И три отделения у меня свободных, которые заходят в тыл. Интересно. Два у нас не на жизнь, а на смерть. Кони пляшут. При такой ситуации мы понимаем с вами, что два моих вот этих войска дерутся вот здесь. Два роминых войска дерутся здесь. Но при этом каждый из них дерется еще и по-своему. Генерал будет заниматься сокращенным движением. Давай я пойду. Ну давай на полтора. Окей. Я закончил. После этого у нас дальняя атака. Те отряды, которые вступили в ближний бой, по ним стрелять нельзя. Поскольку вы можете задеть своих, поэтому отдать приказ стрельбы невозможно. Поэтому эти не будут никуда стрелять. А вот эти у меня семерочка попробуют от центра попасть вот этим в бок. Ребяткам. Давай пробуем. Давай пробуем. Так, ладно, семь. Хорошо. При этом тут есть понятие линии видимости. Вы от центра можете провести линию. Если попадаете в бок, то будете стрелять так же со штрафом, как и здесь. Что? Через дерево. Сейчас не будем мы это уточнять, и я не буду лезть в правила. Это просто невозможно. Здесь нюансов столько, что это невероятно. Но что важно понимать. Вот здесь вы видите лесную местность. И здесь, по сути, деревья, которые усложняют видимость. В лесу вообще перестреливаться нельзя. Вы можете на расстоянии единичка стрелять. Поэтому я предлагаю сейчас игнорировать это дерево. Представим, что его тут нет. Да. И я предлагаю разыгрывать бой по стандартным обычным правилам. Штраф вы получаете, если стреляете через какие-то отряды. Вот если бы этот стрелял по этим и доставал, то был бы минус один, минус один. Поэтому здесь я достреливаю. Спасибо тебе большое, что пошло. Ну, просто Крис ощущает, что сейчас здесь доминировать начнет. Неси тарелку. На, принесла тарелку. Мы начинаем дальнюю атаку. И Рома попытается бить мне в бок через дальнюю атаку вот в это войско. И что здесь есть из особенностей? Во-первых, сначала мы тянем события. Блин, им двигаться не надо было. Да, возможно. Но уже теперь поздно. Это событие играет только на ближнюю атаку и на защиту. Поэтому ничего у нас не происходит. То есть в дальней атаке оно не разыгрывается. Мы его просто убираем. Будешь ли ты играть что-то с руки? Нет, ничего не буду. У меня в целом есть, конечно, классная карта. Но я не буду ее играть. Я ее попридержу. Все еще не 3,5. И делаем бросок. Прибавляем к тройке четверку. 7. Но, что важно понимать, у меня минус 1 за то, что Рома бьет меня в бок, но так как у меня генерал рядом и расстояние двоечка есть, то это плюс 1 к защите по свойству моего генерала. А это значит, что 5. Ты же в бок не бьешь. А, 5. То есть у меня значение на карте 5 минус 1 за бок, но плюс 1 за генерала. Итого все равно 5. Хорошо. Значит, у меня 7 и 6. Я попадаю двумя выстрелами. Ох, может быть, будут ранения. Тройка и тройка. И здесь опять. Эта тройка, она является здесь универсальной. Она тоже и во второй раз на ранение работает. Значит, у меня 6. А у меня здесь уже теперь минус 1 за боковой удар, то есть 5 минус 1. И здесь уже свойства генерала на вторую атаку не работает. Значит, я получила 2 урона. А это значит, что автоматически я прохожу проверку на мораль. У меня здесь значение 6. Плюс у меня генерал находится в зоне досягаемости. Значит, плюс 1, 7, минус 2. Это все еще 5. И теперь мне нужно выкинуть пятерку и ниже, двойка. Я прошла проверку на мораль. И ничего не происходит. Будешь ли ты этими ребятами двигаться куда-то дальше? После того, как мы завершаем этап дальней атаки, ребята, которые застрельщики, могут доходить. И потом мы приступим к фазе ближнего боя. Нет, пусть остается так. Хорошо, убирай из жестового передвижения. И у нас начинается бой. С кого мы начнем? Вот с этих ребят. Хорошо. И смотрим. Здесь у меня сила щитов 6, но минус 1 за боковой удар и минус 2 за тыловой. То есть тройку Роме нужно преодолеть. При этом у него значение первое по ближнему бою это двоечка. Да, не такие же сильные. И четверочка. А второе работает только против пехоты, поэтому мы это рассмотреть не будем. Хорошо. У меня здесь есть значение вот такого вот зеленого со стрелами, с копьями уже здесь. И это джавелины, ребята, которые будут активироваться только посредством какой-то определенной карты. Про застрельщиков мы уже говорили. И последнее значение. Я могу растянуться в какой-то момент времени. Выстроить свои войска. Вот здесь вот добавить 2 стрелочки. И ширина моей армии тогда здесь, ну, поменяли свое построение. Мы редко, на самом деле, этим пользуемся. Ну, и в текущих условиях я этого сделать уже не смогу. При этом растянуться может каждый игрок. А вот маневренный в этот же ход могут атаковать. При этом, если бы тут еще было какое-то боевое построение, Крис бы могла его сменить и тут же тоже атаковать. Очень классная штука, но очень ситуативная. Теперь мы тянем событие. Погнали. Которое говорит, что... Ваши юниты получают профессионализм. Ура, единички будут перекидываться. Причем здесь и у Ромы, и у меня. То есть это работает как на атакующего, так и на защищающегося. Будешь ли ты играть какую-то карту? Да, я сыграю карту, которая говорит, Если ты получишь хотя бы один урон, То ты станешь разбитым до того, как будешь проверку морали проходить. Хорошо, договорились. А я разыграю карту, которая мне говорит, Что перед тем, как начнется бой, Играю эту карту, и эта карта джавелинов, И атакую Рому четырьмя кубами, Перед тем, как начинается основной бой. Обожаю эту карту. Джавелины. Это значит, что это дальняя, правильно, атака у джавелинов? То есть я прежде, чем мы деремся вот так вот друг с другом лоб в лоб, Я его копьями закидываю. А значит дальняя атака у меня имеет силу 3. И пробить мне нужно щит стоимостью 6. Никаких дополнительных у тебя нет. Хорошо. Отлично. Шестерка, пятерка, двойка не проходит. И единичку, так как мы в этом бою все профессионалы, я перекину. Вот это, кстати, нужно уточнить. Мы не знаем, сейчас мы это сделали. Ну, как будто бы двойка ничего не поменяла. Но мы действительно не проверяли, можно ли перекидывать, То есть работает ли это свойство профессионалов на то, Как мы деремся перед атакой. Возможно, кстати, нет, потому что это перед боем. Да. Джавелины играют. Но, собственно, сейчас бы это на геймплей не повлияло. И здесь двоечка. Теперь мне нужно 3 плюс... Нет, 5. 5, да? 3 плюс 2, это 5 в сумме. Я не прохожу. А вот четверка, я один урон Роме нанесла. Мы также его помечаем. А теперь начинается основной замерз. И у нас 4 отделения состыкованы. Поэтому будем кидать по 4 кубика. Смотрим модификаторы. Хорошо. Проверяем тройку. 3 плюс 3, это 6. У меня защита щиты 6 на минус 3 за бок и за тыл. Поэтому точно все кубы проходят дальше. Посмотрим, как теперь будешь наносить урон. Ну, надеюсь, что как-то буду. Успех есть. При этом у нас все еще играет профессионализм. Он мне, конечно, не поможет. Все 4 на самом деле проходят. Да, считаем двойку. 2 плюс 4, 6. Да. И у тебя... Ну, у меня 4 минус 3. Значит, я наношу 4 урона. Отомстил. Я кидаю 4 куба. Пожелайте мне удачи. Я надеюсь, вы держите за меня кулачки. 2 шестерки автоуспех. Двойка. Это 3 плюс 2, 5 в сумме не прошла. Да. И единичку я перекидываю, так как, ребята, все профессионалы. И это пятерка. Пятерка плюс тройка, восьмерка. Я прохожу тремя кубами. И теперь на трех кубах мне нужно, по сути, 5. Три значения у меня. Итак, шестерка автоматический успех. Четверка плюс тройка. Это 7 в сумме преодолела. Двойка и не преодолела, потому что это в сумме 5 урона, 5 защита. То есть 2 урона наношу Роме я. Я нанес больше урона, чем ты. Почему мы выкладываем сбоку карты и вообще, чем интересно наносить урон первым? Потому что каждые 3 ранения принесут минус 1 к вашим мечам. Но ниже единицы это спуститься не может. Пока мы одновременно наносим, эти тройки не учитываются. И теперь, когда мы смотрим на события, Роме нужно было нанести мне хотя бы 1 урон, чтобы мой отряд был сломленным до проверки духа. И теперь я делаю проверку на дух. То есть у меня сейчас значение 7 минус 4. То есть мне нужно выкинуть тройку и ниже. Кинула. Не туда. Пятерка. Значит, мои ребята автоматически должны сбежать сейчас с поля боя. Правильно? Они становятся в панике. Следующий свой ход. Они сначала проходят еще раз на мораль. Если они мораль не проходят, то они разворачиваются и бегут в тыл. Если они за пределы карты уходят, они считаются все сбежавшими с поля боя. У нас есть вторая боевка здесь. Я все еще активный игрок или нет? Да что в себя шел. Поехали. Ну здесь, наверное, я умру. Да. Очень на это похоже, да? Да. Мы, естественно, потянем событие, которое работает во всех трех видах атаки. И она закрывает и игнорирует все эффекты для этой ближней и дальней атаки. Это значит, что мы можем никакие карты не играть, потому что эта карта отменила все события, которые могли происходить. Никаких сюрпризов. Ну ладно, просто покидаем кубы. Че уж. Ну покидай. У нас также четыре, да? Четыре соединения, поэтому погнали. Здесь защита шесть. Никаких дополнительных модификаторов у нас в этот раз нет. У тебя ближний бой это троечка. Минус один за раны. Плюс четыре. Самое большое твое значение шесть. То есть ты ни одним из кубов не преодолел мою защиту. Прошу вас передать мне тарелочку. Сейчас мне дадут посадницы. Сейчас все будет хорошо, не переживай. Я кладу вот сюда тарелку, чтобы этот разгромный бросок, видели? Не такой уж он и разгромный. И ближняя атака у меня четыре, мне нужно пробить шесть. У меня значение ближней атаки четверка. Плюс два это шестерка. А это значит, что я не преодолеваю то, что есть у Ромы. И эти два куба с двойками у меня уходят. Две пятерки прошли. И кидаю теперь эти два куба. Четверка точно прошла. Так как мои ребята профессионалы, я перекину единичку. И это критический успех. Это значит, что я наношу Роме два урона. Да. И это уже шесть. Семь. Семь. И у него семь жизней. Да, карта просто естественно уходит. Напросился, что называется. Получил. И это минус 110 очков. То есть у Рома армии по силе осталось 390. Угу. На этом ближние атаки у нас завершились. Рома добирает карту. И я начинаю ходить. Давай мы сделаем вот такую вот карту первой. Вы можете активировать всех юнитов в зоне влияния своего генерала. У меня это вот эти ребята. Ну и естественно активируется генерал. У меня всего 5 армий. Поэтому я сейчас делаю, разыграю еще одну карту. Которая мне говорит, что вы можете активировать половину своих армий. Округляя в меньшую сторону. Итого это 5. У меня их всего. Это 2. Это будет вот это. Это будет вот это. И ну это ближнее. И вот это будет третий. Что ребята будут делать? Берем линеечку. И начинаем шагать. У этих расстояния, на которые они могут идти, это 6. Поэтому здесь 1. Ну давай мы сделаем вот прям до конца. Упремся в тебя. Полтора. И мы вот так вот застыкуемся. Да. Как только Крис коснулась краем карты моей карты. Она может в любом выбрать, как она хочет повернуть карту. Это уже свободное действие. Без каких-либо там ограничений. Дай мне, пожалуйста, 2 стрелочки. У меня есть 2 свободных фланга. И я зайду сбоку. Сбоку-сбоку заходи. Да. Так, эти ребята у меня доходили. Но здесь будет ближний бой. Поэтому мы оставляем как есть. Эти, ребятушки, хватит отсиживаться сколько можно. Идут 2. Все, это их предел. Драться они не будут. Ничего не будет. Поэтому я эту карту сразу, жетончик сброшу. Эти ребята могут ходить в сумме на 3. У них возможность ходить на троечку. Поэтому мы просто вот так на полтора сдвинулись вбок. Это все, что мы сделали. Все, они здесь тоже атаковать у меня не будут. Ну, логично. Они можно там попытаться. Но на расстоянии 2 у меня никого нет. Поэтому не вижу смысла тут мучиться. И генеральский отряд у меня пройдет на 2 клетки. 1-2. А этот ты не активировала? Этот я не активировала. Если бы Крис активировала этот отряд, то она во время фазы активации смогла бы провести дополнительную проверку морали. И если она ее проходит, то этот флажок сбросится, отряд сгруппируется. У нас дальних атак нет. Мы начинаем ближние атаки. Единственное место, где мы можем сейчас подраться здесь, потому что эти ребята у меня в настроении бежать. И они в конце хода убегут. Да. Вот. Итак, погнали. Сила моей ближней атаки здесь четверка. Кидаю я здесь 4 куба. Но перед этим мы, естественно, тянем событие, которое нам говорит, что только нападающий получает плюс 2 к первому значению и плюс 3 ко второму. Но при этом при защите он теряет по одному значению. Будешь ли ты контраргументы сыпать? Да. Подожди, ты первая сыпишь. Я не буду. Хорошо. Я тогда использую дживелин, то есть дротики, которые есть в моем отряде, что думал, просто так нападешь. Я кидаю 4 куба на дальнюю атаку, которая проходит перед боем. Мы прибавляем четверку к тройке, это 7. Семерка. Ты преодолел. То есть двумя я преодолел, 2 уходит вниз. Поехали дальше. 3 плюс 3. Это 6 давай. Да, да, все прошло. 2 урона нанес. Положи их пока отдельно сбоку. Раз и два. Так, окей. Вот теперь у меня 3 ранения, и это минус 1 к нападению. Ну, это же перед боем произошло, значит, это уходит в центр. А это значит, что у меня к нападению минус 1, но плюс 2 по карте. А должна ли ты проходить мораль из-за того, что я тяню нанес? Думаю, что нет. Ну, я тоже считаю, что нет. Возможно, это не так. Ну, я такого прям четкого указания не видел. Так, у меня 2 шестерки и 2 четверки. Смотрим. 4 минус 1, это 3 плюс 2, 5 плюс 4. Ну, точно прошла твою пятерку. Итого все 4 куба у меня бьют дальше. Итак, теперь у меня второе значение 5 минус 1, потому что у меня 3 раны, это четверка. Плюс 3, это 7, плюс 2, это 9. Ну, твою пятерку я точно... Четверку? Ну, ты же влафланг еще зашла. Да, да, да. Четверку я твою точно этой двойкой преодолела. Три раны точно нанесла. И по свойству своих профессионалов я единичку перекидываю на двойку, и это великолепно, 4 раны есть. Ну да, как можно было легко посчитать? У тебя здесь 4, поскольку у тебя 3 раны, плюс 2, это 6, и тебе, в принципе, любой кубик. Да, пожалуйста, получи 4 раны. Оттягиваю это как мог. Я не забуду. Все, я передаю тебе... Терелочку с косвенскими кубиками. Да, и у меня здесь сейчас значение получается к защите минус единичка за карту. 5. 5. И 3. Как будто бы все шансы есть. Единичка не проходит, 4 плюс 2, это 6, ну, ты преодолел. Все 3 проходят. Почему у меня здесь минус 1? Ага, по свойству карты, да. 3 кидаешь дальше. Отлично. Четверка плюс двойка, это 6. Четверку ты преодолел. Две раны, еще ты мне накинул сверху. Я в этой боевке нанесла Роме 4, он мне 2, значит, он проходит проверку на мораль. Командир у меня рядом, дает 2, 4 раны. Угу, 6 плюс 2, это 8, то есть четверка и ниже. Четверка и ниже. Один автоматический успех. Ух, я. Зараза. Элегантно обхожу панику. Я так обрадовалась вообще. И теперь мы прибегаем к бегству. Мои ребята должны бежать. Итак, сейчас путем сложных математических исчислений я кидаю на проверку морали. Поскольку ты атакована с тыла и с фланга, у тебя получается минус 3 морали. Плюс к этому прибавляется. То есть минус 7. Да, то есть тебе нужно единичку кинуть. Пятерка. Я не красава. Значит, все остается и у тебя начинается бегство. Из-за того, что Крис будет отделяться, я провожу свободную атаку. Мы считаем, сколько флангов соединено, сколько она прямо отсоединяется. Это 1, 2, 3, 4, значит, 4 куба я кидаю. Также пробиваюсь через уворот. У Ромы сейчас к атаке 2 минус 1 за 3 раны. Это 1. У меня защита сейчас 6 минус 1 значение, потому что у меня вот здесь разбитый щит. Кидаю, короче, 4 куба за отсоединение. Поехали по первому показателю. У меня минус 2 за то, что Рома бьет меня в тыл. Минус 1 за то, что бьет в бок. И еще минус 1 за то, что у меня разбитый щит. То есть 6 минус 4 это двойка. Ему достаточно выкинуть двойку, чтобы преодолеть. Все, единичка не проходит. Остальные прошли. Отлично. 2 урона Рома мне дополнительно наносит. Итого в сумме 6. Я все еще жива, на удивление, но убегаю. Потому что у меня здесь 7 жизней. И я могу продвинуться на 6 шагов. И я это сделаю. Все. Они у меня сбежали. И теперь мой ход завершается. Я добираю одну карту. И начинает ходить Рома. Я не буду разыгрывать в фазу активации хоть какую-то карту. Чтобы добрать 3 к концу раунда. Но генерал у нас всегда активирован. А это значит он проходит вот так поворотом. И стыкуется здесь. И, как вы можете заметить, я пристыковался 1, 2, 3. И один у меня остается. А что значит 2, 3? Вот так. Тебе не напрягает, что это ты? А это ты. А вот твои войска. А вот теперь мои войска вот так зашли. Ужас какой. Да, вот такая вот у нас змея. Все, поехали. Мы играем только боевку здесь. Кто бьет первым? Генеральский. Ну ты напрашиваешься, Ромочка. Давай, погнали. Генеральский отряд. Сначала мы делаем событие. Работает на ближнюю. При проверке морали получаем минус 1 к морали. Хочу ли я что-то докинуть, спросите вы. Да. Я играю вот такую карту, которая говорит, что если мой отряд выйдет победителем в этой битве, то он получит ветерана. Ветеран поможет случайное событие прокручивать. Я тоже буду разыгрывать событие, которое говорит, что перед лицом опасности защищающийся устроил ловушку нападающему. И у меня будет плюс 1 к значениям каждой из атак и плюс 2 к каждой защите. У нас снова 4 отделения в бою, поэтому будем кидать по 4 куба. Нагнали. Мы берем самое нижнее значение, это тройка. 3 плюс 3. У меня генерал никаких там бонусов не дает. 6 не проходит. Все станет не проходит. Четверка и выше проходит. Давай бьем дальше. Кидаю еще 3 куба. Шестерка, понятно, успех. Тройка плюс тройка это 6. У меня 4 минус 2 это 2. 2 плюс 2 это 4. То есть ты мне 2 раны еще нанес. 3. Тройка же тоже проходит. 3 раны я тебе еще нанес. Ну 3 раны я погибаю. Да, но ты перед этим дашь мне в ответ урон. Ох, сейчас я тебе дам. Ой, как сейчас дам. Сейчас я тебе дам, так дам. Поехали. Они у меня профессионалы. Единичек мы будем перекидывать. Так, эта единичка не прошла. Смотрим, прошли ли и двойки. У меня значение ближней атаки. 4 минус 1 это 3. Плюс 2 это 5. Плюс 1 это 6. Преодолеваю я шестерку. Не прокатила. Двойки не прошли. Прошла одна тройка. И это единичка, которую я переброшу. И это снова единичка. И я Ромина не наношу урона. Все, отряд уничтожен. Мои ребята погибают. И это сила 150. У меня осталась армия на 350. Это был твой ход. Так, мы переходим к концу. Добирай 3 карты. Да, я добираю 3 карты, поскольку я не разыгрываю фазу активации ничего. Хорошо. Снова хожу я. И я буду активировать 2 юнитов. Это значит, что активироваться у меня будут вот эти ребята. Ой. И вот эти ребята. Эти пусть пока ждут момента, когда можно будет полечиться. Но карты лечения пока не приходят. Двигаемся мы на 2 клетки. Вперед. 2. Эти ребята у меня все еще двигаются на 1,5 вбок. Все. Никто из них не может атаковать. Ближних дальних атак не происходит. Это значит, что максимально быстрый ход у меня случился. Я добираю одну карту и снова ходишь ты. Хорошо. В фазу активацию я могу активировать всех своих юнитов. И они получают в этом ходу плюс 1 к Майрале. Фаза номер 2 это движение. Давай. Я могу продвигаться на 5. Раз. Два. И здесь я с помощью тройки развернусь. Ну и стыкуюсь на четвертую. Хорошо. Захожу во фланг тремя. Здесь все. Здесь ребята давайте пройдут. Но вот так не будут они соединяться. Хорошо. Чтоб не умереть. И эти будут стрелять. Хорошо. Потому что они двойную ровную носят. Дальние атаки. Дальние атаки. Дотянусь ли я до твоего генерала. Вот в чем вопрос. Давай я буду стрелять вот по вот этим ребятам. Ты точно попадаешь. Потому что вот так вот. Это значение у нас 6. Кидаешь 2 куба. Перед этим происходит событие. Которое говорит. Я могу получить 1 ранение. И добавить себе 1 урон. И в этот раунд не происходит. Но это дальняя атака. Поэтому. Да. И в целом не вижу в этом смысла. Окей. Поехали. Хорошо. Я буду разыгрывать следующую карту. Мы проведем 2 раунда атаки. С проверкой морали. Когда мы будем проходить эти 2 раунда. Мы второй раз разыгрывать ивенты не будем. То есть событий никаких не будет. Будешь ли ты что-то играть? Прежде чем получить дальнюю атаку. Я получаю плюс 2 к значению щитов. И в первой и во второй проверке. Погнали. 6 и 4. 7 проходит? Нет не проходит. Потому что 5 плюс 2. И еще у меня расстояние 2. Поэтому здесь генерал дает плюс 1 к защите. И по свойству моей карты еще плюс 2. То есть это 7 плюс 1 в 8. Ладно. Шестерка в любом случае прошла? Да. 4 плюс 3 это снова 7. 6 по свойству карты. И плюс 2 по событию. Не проходит. И мы начинаем второй раунд. И вот это у нас все скидывается. Ну класс. Ничего из этого не проходит. Потому что 3 плюс 3 это 6. А нужно преодолеть. Шестерку было 5 плюс 1. Да чтоб тебя. Ближний бой. Хорошо. С кермиши могут доходить. Давай я подвинусь с кермишами. После всего вот этого позора. Вот так. Поехали в ближний бой. Ты меня бьешь в тыл. 4. И в бок. По количеству щитов у меня сейчас 5. Минус 3 это. Мы тянем события. Тот кто победит в этом бою получит героя. Герой дает плюс 1 к щитам. И плюс 1 к морали. Буду ли я что-то разыгрывать? Нет не буду. И я не буду. Погнали. Тройка плюс двойка в сумме 5. Нужно было победить тройку. А минус 1 у меня. За каждое время. Это не повлияло. В любом случае прошел 4. Единичку не прошел. Двоечка. Это у нас 3 плюс 2 5. 4. Минус 3 это двойку преодолел. Прошел. 3 раны нанес. 3 раны нанес. Хорошо. Это дай пожалуйста еще один штанчик. Это пятерка. Окей пока еще живы. Теперь мои ребята. У них при ближней атаке осила 3. Шестерка это точно успех. Они не профессионалы. Единичка уходит. 3 плюс 4 это 7. Мы преодолели. Пятерка и соответственно но тоже преодолели. Ничего не происходит. Второй раз мы не преодолели. Да. Хорошо. Теперь я прохожу проверку на мораль. 6 минус 5. Это только единица меня спасет. И это пятерка. Четверка вернее. И не спасает. Это значит что мой отряд становится разбитым. На этом твой ход завершается? Да. Я играю карту которая говорит мне что я могу активировать только одного юнита. И этот один юнит будет вот этот. И он пройдет вот так вот. 1, 2 и 3. Дальних атак он уже совершить не может. Никуда не стыкуется. Это значит что мы здесь с Ромой проводим ближний бой. И я скорее всего здесь погибну. Перед тем как это будет происходить мы играем события. Оно говорит что если я нанесу тебе хотя бы один урон. То ты автоматически станешь сломленным. Будешь ли ты играть события? Хорошо. Отлично. Я тоже не буду у меня просто нет карт на руках. Поэтому я кидаю кубы и здесь мы стыкуемся в четырех местах. Начинается вот это моё тотальное везение. Единички у нас сразу уходят. Четверка плюс двойка. Это шестерка. Нужно преодолеть шестерку. Четверка не прошла. Кидаю один куб. И это пятерка плюс двойка. Это семь. В сумме пятерку мы преодолели. Значит одно ранение я тебе все-таки наношу. Теперь кидаешь кубы ты. Также четыре куба. Два точно прошло. Тройка скорее всего тоже прошла. Это четыре. А преодолеть нужно двойку. Да, прошло. Даже единичку. Потому что минус три за тыл и за бок. И еще минус этот. А почему ты все четыре куба кидаешь? У тебя же единичка была. Ну, у меня все четыре. Ну, две единицы не прошли. Тройка точно проходит. Два урона ты мне наносишь. У меня пять было. Все, ты разбил мой отряд полностью. Это значит, что 150 плюс 40 это еще не половина армии. 190 пока. При этом, если я наношу тебе хотя бы один урон, ты становишься разбитым. До проверки морали. Да. Окей, события мы убираем. И у меня не осталось ни одной карты. Я одну карту на руку беру. Я лечу одно ранение своему отряду. При этом он не может войти в битву. Но в конце твоего хода эти ребята должны дальше бежать. Передвинь их на шесть просто. Мы не сделали этого сразу. Я прохожу проверку морали. Кидаю четверку. Значит, ничего не происходит. Я сбегаю дальше. 0,5. Пять-шесть. Мне тут неудобно. Где у нас пределы поля? Это оно? Ну, стол, конец стола. Конец стола. Ну, конечно, конец стола. Он же в кадре есть. Ну, вообще, логично, наверное, если я сейчас вот ровно по линии леса. Если я за пределы леса уйду, то... Хорошо. Да. Не буду ничего играть. Не могу. У меня не хватает. Ничего не активируешь. А, ну ты полечился. Ты карту в любом случае разыграл. Тогда больше ничего не происходит. Нет, тогда я буду играть... Вы можете активировать один отряд. Вот этот. Угу. Переходим к движениям. Кучу карт потратил. Один. Один. Два. Хорошо. Стреляй. Все, начинаются стрелковые атаки. И здесь у нас... Так, я в бочину буду бить. Ну, ты дотягиваешься, но все еще не 3,5. Так что два куба кидай. Но минус один, минус один. Тянем события. Перед этим тянем события. Которые работают везде. Если нанесется хоть одно ранение, то отряд лишится офицера. Хорошо. Будешь ли ты играть в события? Нет. А я буду. Ну, давай. Это дальняя атака терпит поражение. И я выбираю для атакующего его дружественную армию, которая на расстоянии единички. Ветер сносит стрелы. На самом деле все очень просто. Ветер сносит стрелы. Но мне кажется, что можно, если вот здесь есть расстояние единичка, бей вот сюда себя сам. Нет. Нет. Тогда бей вот эту. Кидаю два в куба. Промазал. Попал. Попал. Причем ты не двигался, значит двойной урон наносишь. Нет, это только в первую шестерку прошел. А, окей. Кинь еще раз шестерку. Отлично. Ты два урона себе нанес. Ты почему мне это делаешь? Ну мы, кстати, не в курсе, работает ли это на своих, но по сути да. Да, да. Это же просто промахнулся. Ветер сносит. И вот проходишь ты сейчас про мерку Моралес. Проходишь. Ты сам себя попал. Бедняжка. Ой, давай, смотрите. Семь минус пять. Плюс два делаю. Семь минус шесть. Итого. Ой, не семь, а девять минус шесть. Я кинул. Ну, проходишь. Да, я прохожу. Все хорошо. Никто не бежит. Хорошо. Эти ребята закончили. Теперь вторая дальняя атака. Ну-ка, давай, давай. Ну-ка, что ты мне сделаешь? Мне нужно на единичку дотягиваюсь. Полтора ты дотягиваешься. В середину даже ты до полторашки дотягиваешься. Я буду сюда кидать. Минус один, минус один все равно бой. Почему вот минус один? Ну, у них два дальности. Единичка. Если бы была, я бы четыре кубаки дал просто. Достань, пожалуйста, события. Итак, у нас происходит событие, которое работает только на ближнюю атаку, поэтому ничего не происходит. И это два и четыре. Двойка, минус один при нападении. Да, у нас это получается два плюс два. Это четыре. Не преодолел мои пять счетов. А плюс еще один за Кэпа. Это шесть счетов. Не преодолел. Четверка плюс двойка. Это все еще шесть. Не преодолел. Ничего не происходит. Промазал. Мазила. Погнали дальше. Добери, пожалуйста, карту в конце сухого хода ближних боев у нас не происходит. Мой ход я могу активировать только копить. Пяташку на самом деле, потому что у меня нет карт для того, чтобы активировать что-то еще. И поэтому я продвинусь на один и сделаю вот так. И так как у нас произошло касание, я вот таким образом пристыкуюсь к тебе. Это было все. Два отделения свободные. Два отделения у меня заходят к тебе в бок. Теперь у нас происходит ближняя атака. Тянем событие, которое говорит, что тот, кто победит, получит жетончик героя. Играешь для дополнительную карту. Плюс два в защите. А, это отдаление хода. Отлично. Да, зараза. Отлично. Ты ничего не играешь. Я ничего сыграть не могу. Четыре куба кидаешь. Четыре куба кидаю. Четыре куба. Семь это будет защита. Итак, поехали. Они не профессионалы. Единичка отвалилась. Посмотрим, прошла ли тройка. Три плюс три. Это шесть в сумме. У тебя за то, что я зашла сбоку, сзади минус три. И минус один еще за разломленную двойку. Я точно преодолела. Все, кидаю дальше все три куба. И теперь это, ну, роскошь. Ну, что ж делать. Куда деваться. Одной четверкой я тебе наношу еще один урон. И не добиваю. Ха-ха-ха. Злодейская ха-ха-ха. Ну, что, поехали. Я кидаю тоже четыре куба. Итак, у меня здесь к защите семь. А у меня здесь минус один. То есть единичка. Да, единичка шестерки только проходит. Все. Только одним. Кидаю на пробитие. Три плюс два. Не пробил, потому что надо пробить семерку. Это пять у тебя. У меня семь. Ничего не происходит. Проходишь проверку морали. И теперь у тебя семь. Кэп все еще дотягивается или уже нет? Ну-ка, смотрим. Тройка. Есть. Значит, у тебя я получаю героя. И можно я в качестве подсказки эту карту оставлю, чтобы помнить, что он мне дает? А у тебя получается семь плюс два. Это девять. Минус теперь уже шесть ранений. Что ты проверила, что он достает? Да. Я должен два и ниже кинуть? Да. Кину шестерка. Отлично. Они становятся беглецами. Они становятся беглецами. И теперь в конце моего хода я прохожу проверку на мораль. Считай, сколько у тебя? Шесть? Семь? Ну, я выкинула четверку. Я по-любому убегаю за пределы карты. А это значит, что я погибаю. Правильно? У тебя меньше половины армии. Да. Теперь каждый раз в начале своего хода ты будешь проверять свое лидерство. Все, они уже не вернутся. Нет, они уже не вернутся. Они сбежали совсем. Пока, ребят. Как проверяется лидерство? Кидаются всегда два кубика. И нужно кинуть меньше, чем вот это лидерство прописано. Ну, это будет в начале моего следующего хода. А сейчас я не играла никакую карту. Поэтому раз, два, три. Сейчас не мой ход. Мне нужно просто пережить, да? Ну, как будто бы. Ну, ты переживешь, даже если я тебя вот здесь уничтожу. А я уничтожу тебя. Ну, и снес. У меня никто не активируется. Отлично, только генерал. Он пройдет немножко вперед. И я тоже сразу, поскольку у меня здесь драки не может произойти, я в фаза бегства у меня. Я должен пройти мораль. Все еще двойка ниже, да, у меня? Ну, я кинул тройку. А это значит, ты мне наносишь три свободных, четыре свободных удара. Погнали. Итак, единичка не прошла. У меня три нужно пробить. У тебя двойку. Ну, значит, все три прошли дальше. Добивай. Добиваю. Ну, не добил. Добила на самом деле. Четверкой добила, все, ты погиб. Он не смог отстыковаться, он просто умер. Беру три карты. И теперь ход приходит ко мне. И начинаем мы с того, что я прохожу проверку морали. Я кидаю два куба, и если я сейчас выкину больше, чем шесть в сумме, то игра закончится. Я выкинула пять. Игра продолжается. Да. Мои ребята не падают духом. А это значит, что я буду активировать столько армии, сколько у меня лидерство у моего генерала. И если вдруг генерал сломлен, то я активирую трех юнитов. Но при наличии двух, как будто бы уже не важно, кто сломлен, а кто не сломлен. И я развернусь вот таким образом с этими ребятами. Это будет дальняя атака. А вот генералушка пойдет вот так вот на одну единичку вбок. В очередной раз я кидаю взгляд на своего генерала, который может перекидывать кубики. И в бою я об этом забываю. Не готовишь. Отлично. Итак, я повернулась вот этими ребятами, сделала только один шажочек. Поэтому я буду ими сейчас совершать дальнюю атаку. Могла пойти на три, но я сделала только один поворот. Для этого мне нужно, чтобы расстояние между мной и Ромой было не более чем два. Но если будет единичка, а не будет, будет больше, значит я кидаю два куба. Дальняя атака происходит. Пригравшись в битве, получает проверки морали минус два, но это не работает на дальнюю атаку. Это не работает на дальнюю атаку. Очень грустно. Кидаю два куба. И это шестерка автоуспех. И здесь у меня двойка плюс тройка. Это пятерка. У Ромы здесь пять, а значит этот кубик у меня не проходит. И я кидаю один единственный. Ну конечно. На нее не профессионалы? Подожди, нет, они джавелины. Ну единичка ничего не побила, значит дальняя атака не удалась. Во-первых, вот это вот, что у тебя тут лежит, непонятно. Хорошо. Может они разбитые, потому что она просто перевернулась. Может быть. И вот тогда у меня щиты минус один, минус один. А оно так было? Нет. Ты уверен? Да, не было, не было. Они не махались. Мне кажется, они махались. Ладно, пусть будут разбитые. Но это не важно. Погнали. Почему это не важно? Потому что я тебе сейчас тогда урон нанесла. Я вернее два куба должна была кидать. Сейчас, короче, это все было в черно-белом варианте. И мы не заметили, как вот этот жетон перевернулся или нет. Ты согласовываешь, что здесь был жетон? Да, да, ладно. Хорошо, давай мы проводим атаку заново, чтобы все было по-честному. Единичка не проходит. Четверка – это 4 плюс 2 в сумме 6. Пятерку я преодолела. Я кидаю один кубик. 3 плюс 2 – это 5 в сумме. Минус 1 к щитам – это четверка. Один урон я тебе наношу. Ты проходишь проверку на мораль. Мне нужно кинуть... 6 минус единичка – это... 6 минус 6. Мне нужно единицу кинуть. Подожди. А, плюс 2. Плюс 2 – 8 минус 6. Минус 5 – это 3. А, минус 6. Пятерка, не прошел. Значит, они обращаются в бегство. Ну, по-моему, он не был расписан. Ну, ладно. Погнали. Как будто бы был. Хорошо. Погнали. Возможно, ты мне перекинул. Ты ходишь. Я хожу. Ваш оппонент скидывает все карты и берет новые. Спасибо. Помог, да? Очень. А, я в конце своего хода должна была еще одну карту, кстати, Вы можете активировать половину своих юнитов, окруживая в меньшую сторону. Поставим. Пожалуй, все. Ты ничего не делаешь? Ну, я активирую, у меня этот активирует, на этот. Хорошо, обходи. Погнали. Что делает мой первый дружочек? Разворачивается. Два остается. И поэтому он на два двигается к тебе. Этот отряд будет атаковать тебя. Ну, все еще расстояние семь. Я думаю, что есть. Кидаю два куба. Да. Три с половиной нет, но есть. Давай мы вытянем сначала события. Работает на ближнюю атаку, мили комбат. Будешь ли ты что-то докидывать? Не буду. Хорошо. Они у меня не двигались, они, каждая шестерка, которая пройдет, будет x2. Это попал, это не попал. И пробитие. Это четверка. И нужно было пробить 6 плюс 1, плюс 2 от генерала. Это 8. А, нет, на второе не работает. Извините, извините. И минус 1, потому что я в бок бью. Да. Окей, 6 минус 1, это пятерка. Семерка это... Хорошо. Я прохожу проверку на мораль. Это 7. Плюс от кэпа еще один, это 8. Ну, я по-любому пройду, но технически. Тройка есть. Все. Проверку на мораль я прошла. Одну рано я получила. Итак, добирай карту. А, и мои парни должны отступать. Я кидаю мораль на них. Пятерка. Они не прошел. Раз. Раз. Два. И три. Ну, и теперь я прохожу проверку морали. И это 7. И я не прохожу, потому что мое значение 6. Это значит, что меня разнесли в пух и прах. А, меня не удержало давление. Я проиграла. Итак, мнение о партии. Партия получилась на самом деле жаркая, как и всегда, как и обычно. Как и обычно, иди, как горело у меня подгорало от того, что не выпадали в нужный момент кубы. Но, собственно говоря, мне кажется, что это и есть основная цель подобных игр. Когда ты продумываешь тактику и стратегию, и потом в какой-то определенный момент кубы тебе сносят просто все. Условно, как это происходит на реальном поле боя? Когда твои оппоненты тоже что-то делают, и ты не понимаешь, как завершится твой бой. Ну вот оно, влияние кубов таким образом реализовано в этой игре. У меня горело, скажу честно. Да, наверное, тут стоит сказать больше об игре в целом, потому что каждая партия, включая эту, это огромное влияние каких-то внешних факторов, каких-то рандомных вещей на то, что происходит в игре. И в целом эта партия была не исключением, она где-то была на подъеме, какие-то классные эмоции дарила, а где-то прям очень горело с того, что у тебя там не выкинулись какие-то кубы и так далее. Вот. В целом можно сказать, что игра симпатичная, но на определенную публику. Это можно заметить, в принципе, по тому, как прохотекал весь процесс. Если вам нравится кидать кубы, доставать рандомные карточки, настраивать свою партию, потому что мы сыграли на 500 очков. Обещали еще поделиться тем, с какими сложностями мы сталкивались. Первое, на что нужно обратить внимание, что у нас игра на английском. Здесь язык очень специфичный, здесь очень много понятий, которые, ну, скажем честно, присущи только этой игре. Это первый момент сложностей, с которыми мы столкнулись. Второй момент это то, что в игре очень много нюансов и деталей. Например, когда ты бьешь в бок, нужно минусы добавлять. Когда ты бьешь в тыл, еще. Когда у тебя лесная местность, это еще определенные условия пересечения водных территорий, еще дополнительные сложности. Где-то вам помогает ваш персонаж, да, вашего генерала, где-то не помогает. Забываешь про его особые свойства, что, собственно, было на постоянной основе на протяжении всей партии у Ромы. Плюс каждый из отрядов имеет свое свойство. В некоторых случаях это сразу четыре свойства. То есть у игры очень много деталей и нюансов, погружаться в которые было на самом деле достаточно сложно. И, скорее всего, даже в этой партии вы увидите некоторые несостыковки, может быть, даже по правилам что-то. Поэтому я бы рекомендовал, если вы будете брать с дополнением игру, то дополнение подключать, когда у вас до автоматизма дойдут вот эти базовые понятия. И что еще важно отметить и сказать, это то, что я обещала рассказать вам, почему предыдущая записанная партия выходит на бусте. Выходит она туда, потому что при монтаже мы обратили внимание на то, что при разыгрывании каждой из боевок мы допускали какие-либо оплошности. Я не назову это ошибками, потому что где-то мы забывали что-то посчитать, где-то мы считали неправильно, некорректно. Игра очень сильно зависит еще и от математики. Каждый бой. Вот. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вносим текстовые правки и выкладываем этот ролик на бусте. Он будет в открытом свободном доступе, и там вы можете наблюдать как раз бой через мосты, на мосту, как передвигаться через реку, как происходит бой в лесу и так далее. То есть с дополнением, условно говоря, будет летсплей. Вот. И что хочу заметить, что там в конце партии мы также делимся мнением об игре, и там мы затронули те аспекты, которые не сказали сейчас. Поэтому если вы хотите еще более развернутое широкое мнение, переходите на бусте. Повторюсь, летсплей будет в свободном открытом доступе. Что мне в ней нравится точно, это ее вариативность в плане того, что первое, вы сами выбираете ту фракцию, которую можете играть. Их в базовой коробке, по-моему, семь, да? Шесть плюс наемники. Шесть плюс наемники. Всего семь. И в зависимости от того, какой фракции вы играете, ваша боевка и тактика, скорее всего, будет выстраиваться совсем по-другому. Второе, что мне нравится относительно вариативности, это то, что у вас всегда приходят на руку разные карты. То есть даже если вы будете одной и той же комбинацией отрядов играть, вы все равно будете играть каждую партию по-разному. Третье, что мне нравится, это то, что вы не ограничены никак в поле. У вас вообще такой размах, что за каким бы столом вы ни играли, будь сейчас у нас стол в два раза больше, можно было бы развернуться и играть. Ну и плюс ко всему, в плюсы я запишу то, что вы можете сами регулировать время партии. То есть посредством того, на какое количество очков базово вы набираете себе армию. Это первый момент. И второй момент, наверное, то, как вы выстраиваете ландшафты. Подключаете вы их или нет. Это тоже на длительность партии на самом деле влияет. Полностью подтверждаю. Это сильная сторона. Это создание ландшафта вокруг. Есть возможность регулировать, насколько быстро пройдет партия, регулируя очки сбора армии. Плюс есть несколько условий, по которым можно играть. Мы всегда использовали, в принципе, стандартные. То, что половина армии либо уничтоженный генерал. Спасибо, что мы досмотрели это видео до конца. И мы будем прощаться. Пока-пока. Не будет закрадываться вопросом. Мы действительно очень устали. Мы переписываем эту партию. Это, на самом деле, третья попытка записать этот летсплей. Первая попытка не увенчалась успехом. Мы классно отыграли там партию. И, как нам кажется, мы там не забывали про все нюансы и детали. Но при этом у нас побился файл верхней. В верхней камере. А для этой игры это было критично. То есть мы не могли взять летсплей просто вот так вот с одного ракурса. Пришлось переснимать. Причем мы это обнаружили в тот же день. И буквально там сделали перерыв от съемок в один час. И снова сели писать. И, видимо, поэтому в 14... Это 15. Это сейчас 15. В 14-й партии мы допустили много ошибок. Потому что, ну, два часа записывать летсплей, делать это на камеру, это достаточно трудоемко. И дальше мы просто поняли, что мы сделали этот ролик, успокоились, ушли на несколько дней на монтаж. И в процессе монтажа Рома обнаруживает, что мы допустили там огромное количество ошибок. При этом там прикольный монтаж. Много всего потрачено. Поэтому мы не хотим, чтобы видео пропадало. И вы его увидите в бесплатном доступе. И не хотим заливать его на YouTube. Потому что точно знаем, что столкнемся с тем, что начнутся комментарии. Вы тут играли не так, вы там играли не так. Там слишком много такого. Там очень много такого. И мы решили, что пусть оно будет там, куда людей приходит сильно меньше. Но это своего рода такой маленький эксклюзивчик для тех, кто не поленится, нажмет на кнопочку на ссылке и прогуляется туда. Видели бы вы там горение, которое будет происходить. Ну ладно, поехали. Еще раз пока-пока. До новых встреч.